Как вы понимаете, вот это лодка, я сейчас в неё сяду и уплыву. На самом деле это силовой снаряд, как он правильно называется? Это правильно называется? Логлифт. Логлифт. Собственно, я максимум могу на нём уплыть. Ну ладно, давайте попробуем. Давай, 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 давай. Нет, не быть тебе силовым, не заниматься тебе силовым экстримом. А, собственно, я представлю людей, которые занимаются активно и вот как пушинку поднимают сие агрегаты. Итак, у нас в гостях Иннокентий Веселов, мастер спорта по тяжёлой атлетике. И Александр Говязов, мастер спорта по логлифту. По вот, собственно, вот этой вот штуке. Ну, на самом деле силовой экстрим сильно развит в Красноярске и, мне кажется, активно набирает обороты, да? Вы с этим согласны? Да, мы набираем обороты, стараемся условия спорта продвигать в массы, организуем различные соревнования, да, с каждым годом, потихоньку, понемногу, тяжело, конечно, ничего просто в жизни не даётся, но набираем обороты и выступаем как на уровне Красноярского края, так и на российском уровне. И планируем в этом году также выступление даже на международной арене. О, это здорово. Если честно, я говорю с вами, я сама думаю, какая я мелкая по сравнению с вами. Ну, а ты, примерно, мне кажется, размером с логлифт. Да, где-то. И в длину и в ширину, как раз это так, да? Ну, главное, что не по весу, Светочка, у нас не так. Весит, весит только он тут потяжелее. Кстати, сколько вес? Ну, снаряд этот разборный, то есть можно, в принципе, почти любой вес поставить, пустой 70 килограмм весит, ну и там хоть до 200, хоть более, чем больше 200. Вот это исключительно. Ну, это отметить, что вот логлифт весьма нестандартный снаряд. То есть, если сравнивать его со штангой, которую поднимают тяжелые атлетики, логлифт поднимать намного тяжелее. Даже если взять мировые рекорды, мировые рекорды в логлифте намного ниже. Килограмм на 50, на 60, то и на 70, чем в обычном подъеме штанги. Весьма нестандартный снаряд. А вот я, кстати, про нестандартный. Такое ощущение, что его самодельно делали, вот прям вот так вот выжигали, наверное, эту часть. У нас есть несколько умельцев в стране, которые делают их. Ну, можно сказать, что это не самостоятельное производство. Они уже вышли на конвейер, так сказать, и создают такие снаряды. А чем так тяжело поднимать логлифт в отличие от штанги? Во-первых, можно продемонстрировать, как это сейчас поднимается? Я вам гантель продемонстрирую. Гантель, потому что она, кстати, тоже необычная. Я хотел бы, чтобы посмотрели покрупнее. Эта гантель здесь... Вся суть в том, что ручка, она широкая диаметром, сколько? 60 миллиметров. 60 миллиметров, то есть даже держать не умеет. Никак, обычная гантель. Ну и сам вес гантели тоже необычный. Он идет там на соревнованиях от 80 и выше. А что так для сравнения? В спортзале, например, какая большая самая? Ну, сам, не знаю, я встречал... Ну, в спортзале для меня вообще нет больших гантелей. 60 миллиметров. Обычно в спортзале нам не интересно заниматься. У нас там нет того оборудования. Нет того оборудования, когда нам нужно. Не терпится посмотреть всю мощь иуды сибирского богатыря. Так, сейчас здесь 80 килограмм. 80. Да. Ну, это как бы тоже не предел, по крайней мере, для меня. Ага. Не предел для вас. Утро, разминка. Утро, разминка, понедельник. Да. Ничего себе, разминочка. Ой-ой. Ой-ой. Гантель поднимает всегда одной рукой, либо правой, либо левой, на выбор спортсмена. Ой. Вот так вот, все, пофиксации и опускания вниз. Вот такой перед подъем. И так несколько раз? А можно 80 килограмм, я думаю, вам и 10 раз продим. 10 раз? Ну, с утра уже не будем издеваться над вами. Закрой рот, закрой рот. Простался 20 минут назад. Бывает, что дисциплина за 60 секунд поднять максимальное количество повторений. Ага. А вот личные ваши рекорды, скажите, пожалуйста. На раз у меня 100 килограмм гантель на один повтор. Ага. А за 60 секунд я поднимал 80 на 11 раз, что ли? 11 раз. А вы вот с этим больше? Ну, я со всем работаю. На слоу-стриме, на самом деле, много оборудования, много элементов, около 10-15 упражнений. Я, как поднимаю, и гантель, и лог-лифт, и еще полно-полно упражнений. Ну, гантель тоже, гантель 110 поднимаю на раз. Лог-лифт, это 70 перестанет. Можно теперь продемонстрировать вот это. Так, подождите, куда мне спрятаться? Я боюсь. Не прячься. С такими руками нечего бояться. Я не мужчин боюсь, я вот этот агрегат. Мало того, что им пустого снаряда брало. Я не могу сказать, что он напоминает. Напоминает? Наверное, это напоминает вам бревно. Ну, да. В простонародье, в нашей стране, и так бывает. Раньше, когда нечего было вырезать бревна, да, тягали? Да. Просто бревно кое-чем остыруется, поэтому мы называем английский вариант. Лог-лифт более красивый. Страховать может, я не знаю. Сзади можете поставить, если вдруг. А я не удержу, чтобы вы понимали, сзади можно. Я в кастрюлю, так у меня не было. 110 килограмм. Тоже, опять же, разве ночные. Еще и говорит при этом, Господи. 110 килограмм. Сама суть закатывается. Стихотворение рассказать, если нужно. Сказать, нет? Давайте, давайте, стихотворение, да. Какое? Это ты должна рассказывать стихотворение этим людям. Мороз и Солнце, день чудесный. Какие люди замечательные в нашей студии. Вот, знаете, у нас тут был такой вот планчик, да? Но я думаю, стоит ли его вообще реализовать? Да, у нас был такой план. Мы думали вообще поставить под сомнение ваши возможности в виде силового экстрима. А сможете ли вы поднять нашу Светлану? Но, похоже, вы подняли эти три таких Светланы еще. И вот такие одну кирю. Посадите, держай. На самом деле, парни, это очень круто. Скажите, пожалуйста, где можно будет вас увидеть на каких соревнованиях в ближайшее время? Так, в ближайшее время, летом, мы планируем соревнования провести в нашей ассоциации силачей Сенесея. Приблизительно июнь-июль планируется. Где точно пока не узкое, все это пока организовываемо. Но когда существует известная дата и место, мы обязательно через вас, уважаемым телеведущим, сообщим. Да, приходите обязательно, еще нам рассказывайте. У меня вот последний вопрос, скажите, пожалуйста, а зачем? Зачем? Вот для чего? Скучно. Скучно? Да. Вот так развлекаются женские мужики. Намного интереснее, красочнее. И весь негатив, который ты получаешь в последней жизни, все эти нервы... Не знаю, отпустите, я посмотрю. Нормально. Я здесь всего 10 килограмм. Короче... Это одна твоя сумочка, господи. Подожди, подержите. А, вот это я думаю. Так, избавляемся от негатива, держа вот такие вот ручки. А девушки, кстати, занимаются? Девушки занимаются, но в Красноярске таких нет. И правильно, наверное. Светлана будет первая. Ты, я так понимаю, свой планшет менять не будешь. Нет, я... Я, наверное, останусь... Все, я пошла. Пойдемте, пошла. Хорошо. Я пошла. Я пошла. Я пошла. Мастер спорта по тяжелой атлетике, а также Александр... Говязов. Говязов. Тоже мастер спорта по... Логолепс. Логолепс. Да, да, да. Ну что, друзья, с такими мощными мужчинами, конечно, Светлане лично не хотелось бы... Ну, ты-то, конечно, сама меня... Выплеснули. Не хотелось бы расставаться. Мы сейчас себя чувствуем как никогда в безопасности в нашей студии. И я, и Светлана, и все находящиеся здесь. Надеюсь, что у вас дома такая же атмосфера. Занимайтесь спортом, друзья, и не переключайтесь на другие каналы. У нас небольшая реклама. Вернемся чуть позже.